Добрый день, итак, на связи Железноводск, один из городов, который в годы Великой Отечественной взял на себя такую важную, такую непростую миссию лечения раненых бойцов, их реабилитация, их возвращение в строй. Весь день мы рассказываем о том, как в годы Великой Отечественной войны работали наши медики в регионе КМВ. Мы побывали в нескольких местах, где непосредственно происходило лечение и реабилитация, там, где раненым оказывали помощь, там, где врачи собирались с тем, чтобы произвести какие-то научные продвижения, то есть они обсуждали, как именно развивать военную медицину и военную травматологию. Но вот в месте, где мы сейчас находимся, в городе Железноводске, здесь непосредственно, вот тут эвакуационного госпиталя не было. Здесь в годы войны находился военкомат, здесь осуществлялся призыв, здесь призывников отправляли на фронт, и прямо вот в той комнате, где мы находимся, как нам рассказали сотрудники музея, вообще находилась такая парикмахерская, где призывников просто обревали и лишали их пышной шевелюры, если таковая имелась, с тем, чтобы отправить на фронт по всем правилам. Но мы здесь находимся, разумеется, не по этой причине, а по другой, потому что здесь собраны документальные свидетельства того, как жил город и как жили медики, и как они работали, и как они своим каждодневным трудом помогали раненым, чтобы выжить и поправить свое здоровье. И подробности мы надеемся узнать у нашей собеседницы, Галина Викторовна, младший научный сотрудник музея. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Вот Железноводск в первые дни, в первые недели после войны, наверняка же все изменилось и приходилось на военные рельсы, рельсы перестроиться лечебным учреждением этого города. Конечно, в первые дни войны все наши здравницы, то есть все наши санатории, они были перепрофилированы в ЭВК-госпитали, которые принимали раненых. И, например, до 43-го года, до оккупации, здесь было 7 госпиталей на 4 тысячи коек. Но раненые поступали в огромном количестве уже за 15 первых дней, то есть за первые две недели здесь уже было 3 тысячи раненых. Надо сказать, что большой процент именно выздоровевших, вернувшихся в строй раненых было. 30 тысяч раненых выздоровело, вернуло в строй в 42-м году даже, вот с 41-го по 42-й годы. И вообще за время войны полностью около 80% вернулось в строй. То есть это очень высокий процент был восстановления наших раненых. Это благодаря, конечно же, нашим врачам, медсестрам, которые действительно как сестры, как матери заботились о раненых. И была, конечно же, самодеятельность. То есть для раненых делали все абсолютно, что могли. Иногда вот эти женщины, которые остались здесь в тылу за неимением мужчин, они выполняли очень тяжелую работу. То есть они, например, должны были колоть дрова. Когда уже заканчивался мазут, например, зимой здесь было очень холодно. Вы не поверите, что в Железноводске были такие зимы, которые бывают, например, в средней полосе или в Сибири. 30-40 градусов, это минус 30-40 градусов. Вот такие были морозы. И нужно было отапливать, конечно же, госпитали. Этим занимались женщины. Также раненые восстанавливались быстрее, потому что применялась не только именно медицинская вот такая база обычная, но еще, конечно же, бальные ресурсы. То есть это минеральная вода, это грязь Тамбуканского озера. То есть это все применялось. Также лечебная физкультура тоже применялась. И ведь инструкторы по лечебной гимнастике, они были в основном мужчинами в довоенные годы. То есть женщинам приходилось тоже обучаться. Были созданы экспресс-курсы такие для женщин, где женщины становились вот такими инструкторами. Ну вот я это уже видел, наши телезрители пока нет. Есть сохранившиеся до наших дней какие-то инструменты, свидетельства того, как работали медики. Покажите нам, пожалуйста, что именно в вашем музее находится. В нашем музее вот перед вами здесь инструменты для глазных операций. То есть в Железноводске действовало во время войны специальное хирургическое отделение глазное, где оперировали раненых, потому что был очень высокий процент ранений именно в области глаз. И оперировал наших раненых, Кравцов Николай Матвеевич, глазной хирург Железноводска, высокого класса, который сделал более 5000 операций. Они были в основном все успешные, это за время войны, 5000 операций. Его фотографию мы тоже можем видеть рядом с инструментами. Да, здесь вот две фотографии. Обратите внимание, что на верхней фотографии Кравцова около 50 лет, а на нижней ровно 100 лет. Это невероятно, потому что этот человек прожил 101 год. И при болезни Паркинсона в послевоенные годы он продолжал успешную операционную деятельность. То есть, современники его, они говорили о том, что во время операции он каким-то образом мог так сосредотачиваться, что все операции проходили успешно. И то есть, вот этот тремор рук, он тоже проходил абсолютно. Удивительная история. Здесь на соседнем стенде тоже есть какие-то экспонаты тех лет военных. Да, здесь и фотографии, документы врачей, которые возглавляли наши госпитали. Это Капиталина Гребенщикова, это Татьяна Засорина, которая впоследствии тоже уже в послевоенные годы работала с успехом здесь в Железноводске. Написала книгу о Железноводске, которая так и называлась Железноводск. Также здесь вот хочу вам показать список тех предметов, утвари, которые были переданы госпиталям, уже разрушенным во время оккупации немцами. Многие наши госпитали, они были разворованы. То есть, много ценного было вывезено в Германию в качестве трофеев или просто уничтожено. И не хватало катастрофически постельного белья, посуды какой-то, просто мелочей каких-то не хватало. И вот местные жители, местные организации, они отдавали все, что могли для того, чтобы помочь восстановиться нашим госпиталям. То есть, вот так настолько родили за наших бойцов. Ну, кстати, вот когда эшелоны с бойцами сюда приходили по Железной дороге, то раненых встречали именно как героев. Обязательно с цветами, с подарками. То есть, их встречали вот так, как будто бы действительно это великие герои. Но они на самом деле таковые были. А можно ли то же самое сказать о медиках, которые здесь работали в те времена? То, что они были настоящими героями? Конечно. Мы сейчас с вами говорили о Кравцове Николае Матвеевиче. Это разве не герой? Это как раз настоящий герой, который вынес многие лишения, страдания. Потому что во время оккупации вообще его даже пытали, жестоко пытали. Вследствие чего у него развилась болезнь Паркинсона. Мне кажется, что именно вот эта тема, подвиг медиков и их вклад в нашу великую победу, он не настолько очевиден. То есть, все вспоминают в первую очередь какие-то великие сражения, какие-то великие противостояния, осады городов. Но вы наверняка на экскурсиях рассказываете посетителям в том числе и об этой странице Железноводска. Какую реакцию это вызывает у людей? Ну, эта реакция в первую очередь, конечно же, положительная, потому что это восторженные отклики. Ведь, например, и сейчас те санатории, которые действуют, они помнят о том, что они были когда-то госпиталями. То есть работники этих санаториев помнят. Например, тот же самый санаторий Тельмана, то есть вот дворец Эмира Бухарского, он был тоже когда-то госпиталем. Или, например, санаторий здоровья, действующий сейчас, это тоже был госпиталь. И на наших санаториях даже есть мемориальные доски, которые как раз об этом и говорят, что они были такими госпиталями. Что ж, мне остается, наверное, только присоединиться к словам благодарности в адрес медиков, которые исторически, как только наступают трудные времена, встают на нашу защиту, охраняют нашу жизнь и здоровье. Так было во времена Великой Отечественной войны, так случилось, например, когда к нам пришла пандемия коронавируса. Стоит только сказать спасибо врачам. Вот таким получился наш рассказ из Железноводска. Я передаю слово коллегам в студии. Субтитры создавал DimaTorzok